Ежегодно в каждое третье воскресенье марта в нашей стране отмечают день работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Тех, кто создает уют и удобство для людей в их повседневной жизни. А чего лично вам не хватает, чтобы этот комфорт был полным? И насколько вы сами активно участвуете в жизни своего дома, подъезда, двора? Узнаем в Гласе народа. Подъезд убирают, двор убирают. То есть управляющие справляются? Управляющие справляются. И ни перебоев ни со светом, ни с водой, короче. А где вы живете? В Зеленове 8, где библиотека. Хорошо, в принципе, я на них не жалуюсь. Я не знал, что у них праздник. Поздравляю. Давайте поздравим. Поздравляю. Что будем желать? Успеха в работе и без аварий. Согласна. У нас дворе нормально постоянно чистят. В подъезде ремонт сделали. Так что пока все устраивает. А вы сами насколько активный такой товарищ? Если вас что-то не устраивает, вы там жалуетесь или как-то проявляете гражданскую позицию? Ходите ли на субботники, может быть, какие-то? Субботников на работе хватает. Будем хвалить или ругать? Как вообще у нас с сервисом в Апатитах? А нормально, по-моему. Хвалить-то особо не за что. И ругать тоже не за что. То есть все так нейтрально, да, потихонечку? Ну, нейтрально, да. Ну, вообще жалоб у меня лично нет. Так, у вас жалоб нет кому? К коммунальщикам или к сфере бытового обслуживания? Ателье, ремонтные мастерства? Коммунальщикам. Ничего себе. Это редко бывает. То есть у вас все хорошо в доме? Почему я обращалась? Мне удовлетворяли мои просьбы. Что там у вас не так было? Протекало, наверное, что-то? Да, протекала, крыша, ремонтировали. Все, починили крышу? Ну, починили местно. Должен быть, должен быть еще капитальный ремонт. А у вас подъезд вообще активный такой? Дом? Дом у нас подъезд активный. Наверное, прямо кого-то вспомнили, заулыбались. Там есть, наверное, самый главный активист. Дворник даже убежать хочет, что жалоб много. Но я, например, не жаловала. А вы у него паспорт забрали, наверное, да? У кого? У дворника. Нет, я не жаловалась. Мне не видно с пятого этажа, где там чего не так. Я не имею ничего против. Почему нам крышу, ремонт не сделать? Взяли бы, да просто бы этот кровище говорит. Да, там вот уже крыша плохая, там мы латаем каждый год. В одном месте они залатают, там не течет, потом в другом месте начинает. И в нашем подъезде вот такая беда во всем подъезде. Но вы вместе жили? Нет, мы не вместе. А так, у вас своя крыша? У него тоже пятый этаж. У меня тоже своя крыша, но у меня все хорошо. Да? Потому что... Так почему? Очень-очень давно, когда организовывались эти самые у нас... Компании? Нет, не компании. Нет, эти... А, ТСЖ? ТСЖ. Я там был председателем. Мы три года, за три года вот крышу отремонтировали, все внизу сделали. Все хорошо. В моем подъезде такая протечка крыши, вот сейчас, даже нет тожжа еще. И это вот вода или там снег тает сейчас, да, оно проходит прямо в подъезд. И вот с пятого, я на пятом этаже живу, с пятого этажа и по первый этаж, это я об однокомнатной квартире у нас стояк, протечка до первого этажа. Представляете, вот течет, где там труба эта вот канализационная идет она, там, значит, тоже уже гниет. Я, в общем, сколько раз обращалась в аварийную... То есть, сфера ЖКХ для вас такая, она печальна. Ну, что там, ну, в эти сферы, которые бытовые, я мало обращаюсь. Сапожные мастерские вроде работают, вроде куда-то обращалась, там, что-то мне надо... Нормально все отремонтировать? Все нормально, да. Там хорошо делают сейчас, молодцы. По традиции, работников жилищно-коммунального хозяйства поругали, работников бытовой сферы, да, обслуживания населения похвалили. С праздником всех поздравляем. Да, конечно, поздравляем. Сразу же все трудятся. Здоровья всем, как говорится, счастья, побольше улыбок. Да, побольше улыбок, поменьше протечек крыш, да? Да, но это уже больной вопрос. Никаких нет ошибок у меня. То есть у вас... Я плачу, и мне все идет хорошо. Так, а в подъезде, в доме чистенько? Да, не вы. А в подъезде грязно. Как бомжи живем. То есть у вас не убирают подъезд? Убирают, но грязные стены, потеки и все прочее. А вы куда-нибудь жалуетесь? Нет, я лично нет никуда. А во дворе чисто, чистят? Чистят. То есть во дворе чище, чем в подъезде, да? Ну, получается так. То есть, ну, а вы сами так активно в гражданской позиции не проявляете? Не проявляю. Почему? Ну, потому и не проявляю, и все. У нас пушки на шесть, подъезд третий. Лет 10 или 15 тому назад крыша потекла и залила нас. Вот. Пятый этаж и четвертый пострадала очень. У нас даже стены и обои отвалились и все. Сказали, отремонтировали. Но пришли, так посмотрели и все. Это в квартире, да? В квартире, да. А в подъезде вообще страшно зайти. Я хотел сказать, когда будет ремонт? Будет, будет. Вот так вот мы идем. Давайте прямо в камеру спросим, когда будет ремонт, где еще раз? Когда будет ремонт, Пушкина, шесть, третий подъезд. А есть за что похвалить-то? Может быть, и не все так плохо, как у вас там в подъезде, во дворе? Конечно, у нас подъезд там уже, наверное, сколько лет, уже все облуплено, и это самое. То есть, хочется ремонта. Мы не дождемся, когда наша очередь подойдет на ремонт. А так, ничего, нормально все. А активные жители-то у вас в подъезде как подают там какие-нибудь заявочки? Вы сами как? Следите за чистотой? Ну, они убирают, там уже есть. По крайней мере, убирают, да? Убирают, да. Я не сказала, что грязно, нормально. Только что надо ремонт хороший сделать, и все. И заживем. И заживем. Так, у меня нет таких претензий к коммунальщикам. Все нормально. Я, в принципе, очень довольна нашими дорожными службами. Мы с ребенком, когда еще Кира у меня в коляске каталась 8 лет назад. А ты помнишь, как это было? Я катала коляску и думала, господи, что нужно сделать для того, чтобы коммунальщиков похвалили. Ну, это просто нереально, потому что что-то, да, они все делают не так. Везде слушаешь, их ругают. На самом деле они молодцы. Я живу на Победе 23. У нас дворник, очень милая женщина, постоянно чисто, постоянно посыпана. Постоянно, в принципе, убирает погрузчик. То есть я довольна. Поэтому, да. Поэтому остается их только хотя бы раз в год, да, поздравить с праздником, действительно сказать добрые слова. Сложно, и она должна выполняться, и поэтому молодцы. Несмотря на то, что у нас все-таки сложно, и зима постоянно практически. Так что, да. Стараются. Стараются, стараются, очень стараются. Субтитры создавал DimaTorzok